Ребят, всем привет! Сегодня хочу поговорить о новом виде мошенничества, который сейчас набирает популярность. Набирает популярность в каком плане? В том, что благодаря этому способу мошенникам удается обмануть многих людей и, так скажем, завладеть логинами, паролями, возможностью удаленного доступа к банкингам онлайн, то есть ваш Сбербанк онлайн, Тиньков онлайн и тому подобное. То есть к всему этому получают доступ и все это в основном касается тех, кто занимается продажами, неважно где, на Авито, в Телеграм, какая-нибудь собственная группа, Инстаграм и так далее. Я вам сейчас расскажу сам поподробнее, почему, потому что я недавно с этим сам столкнулся. Давно я про это уже слышал, что такие способы, конечно, есть и ими пользуются, но никогда не сталкивался. А сейчас столкнулся, и так как я занимаюсь товарным бизнесом, есть сообщества, конечно же, чаты, где я общаюсь, и очень многие люди сейчас начинают об этом говорить, то есть они непосредственно с этим сталкиваются. В чем же сама суть развода? Давайте я вам расскажу на конкретно своем примере, и схему везде аналогичная, поймете, как это действует, чтобы самим не попасться на эту удочку. То есть я недавно закупил на поясные сумки, женские, которые можно и на пояс, можно и через плечо, и поставил их по 190 рублей. То есть цена, в принципе, приемлемая, потому что так они стоят 400, 450, 500 рублей, ну, может, 300 где-то найдет. Я поставил по 190, то есть сумки абсолютно новые, чтобы их быстрее продать, потому что товар в любом случае не сезонный, так как это зима, это мертвая. Для такого товара это мертвое время года, но в любом случае продаваться продается. Так вот, в чате в Телеграм, в группе в Телеграм, там барахолка и носка, много разных-разных групп таких, тоже пишу, и все мне, соответственно, пишет один человек, говорит, типа, напишите в личку, давайте спишемся. Я вам пишу, пишу, интересует сумка, тот говорит, да. А возможно ли Яндекс.Доставкой? Я думаю, ну, да, конечно, возможно. Он говорит, вот, пожалуйста, если у вас Android, установите вот это приложение, скидывает мне ссылку. Я говорю, у меня есть Яндекс.Доставка, мне не нужно, ну, это, типа, приложение. Давайте, пожалуйста. Все, проблем нет. Тот говорит, ну, я, типа, с Москвы, начинает что-то как-то юлить, уходить вбок, и мне кажется как-то странным. Человек с Москвы. Сумка, по идее, стоит, ну, сколько она стоит для москвича? Да не только для москвича, вот для нас, даже для новосибирцев. Это чашка кофе с кузины и какая-нибудь булочка. Все, это те же самые 190 рублей. Там 200, неважно. Для Москвы это тоже, как бы, небольшие деньги. И вот так заморачиваться, тут что-то не то. В итоге, смотрю на вот эту саму ссылку, ну, обычно же, когда скидывают ссылку на какое-то приложение, на какой-то ресурс, оно, как бы, появляется такое сообщение, там, сверху вот эта ссылка, и тут небольшое такое поле, где описано, что это за приложение и тому подобное. Ну, да, тут все описание есть, все как положено. Но какая-то ссылка, она не то, что там, допустим, яндекс-маркет.ком, ну, какой-нибудь такая, просто к примеру говорю. Она из непонятных букв. То есть, да, там есть Яндекс, и дальше идут какие-то непонятные буквы домина. То есть, такого явно быть не должно. Это меня тоже насторожило. Ну, в итоге я завязал ничего с ним, не стал дальше продолжать общаться, захожу в чат, смотрю, и этот человек уже пишет не одному, а всем пишет, кто там объявление скидывал в этом именно чате, он всем пишет подобное, типа, напишите мне в личку. Кто-то ему пишет, ну, у меня, типа, тоже сообщение заблокировано, давайте на WhatsApp перейдем, вот мой номер телефона. И человек пишет, типа, ну, у меня WhatsApp нет, только Telegram. То есть, если, во-первых, если говорят, что только Telegram, нет никакой другой возможности связаться, это уже стоит, как бы, настораживаться. Во-вторых, если какое-то приложение такое непонятное, то же самое фигня. Ну, и в-третьих, дальше я написал ребятам сообщества в чат, где общаются, кто занимается товарным бизнесом. И очень многие начали говорить, типа, да, такое случалось, многим даже, многим даже удалось обмануть. То есть, что происходит? Человек скачивает это приложение, которое по факту даже и не приложение, по факту это вирус. Только он скачал, так скажем, вот это приложение, вот эту ссылку, там, перешел, скачал, неважно. Проверять не проверял, поэтому дословно, как точно это происходит, сказать не могу. Но суть такая, у злоумышленников появляется удаленный доступ к вашим паролям, к вашим логинам, к вашим банкингам, допустим, Сбербанк Онлайн или еще какой-нибудь. Ну, и сами понимаете, какие возможности открываются у злоумышленников. Поэтому, что хочу сказать. Если вам скидывают ссылку на какое-то приложение, говорят, скачай его, как бы это заманчиво не выглядело, а это как раз в случае с мошенниками выглядит очень заманчиво и очень убедительно, потому что, ну, каждый думает, я такой умный и меня невозможно обмануть. Но мошенники, они на то и мошенники, что если бы они не могли входить в доверие, они бы и не были мошенниками. Согласитесь, ведь так же. Поэтому никогда не скачивайте никакие левые приложения, ничего не устанавливайте. Даже по факту файлы от незнакомых людей, которые вам пересылают, старайтесь не открывать. Вот, потому что это чревато действительно последствиями. Поэтому будьте бдительны. Вот эта схема сейчас, она прям действует, прям набирает обороты. И очень, с каждым днем видишь все больше и больше людей, которые про это пишут. Ну, и некоторые люди на это попадаются. Поэтому берегите себя, будьте умнее. Кстати, кому интересно, у меня есть свой телеграм-канал, где я рассказываю о всевозможных вот этих фишках. Поэтому ссылка будет в описании. Переходите, смотрите. В конце концов, опыт в товарном бизнесе более 20 лет. И сейчас я по новой начинаю им заниматься. Поэтому есть чем поделиться. Благодарю за внимание. Всем до скорого. Всем пока-пока.